Тихий океан, крупнейший океан на Земле, это таинственная и загадочная стихия, превышающая своей площадью сушу на 30 миллионов квадратных километров. Этот океан не торопится раскрывать свои секреты. Наши познания о Тихом океане и по сей день весьма скудны. Многие явления так и не были объяснены наукой. В этом выпуске вы узнаете о тайнах, которые так и остаются неразгаданными. Мы начинаем. Тихий океан. Самый большой океан на Земле. Площадь вместе с морями составляет почти 179 миллионов квадратных километров. Объем 710 миллионов кубических километров. Средняя глубина 3980 метров. Тихий океан занимает половину всей водной поверхности Земли. 40% поверхности всей планеты. Первоначально его название было Великий. И оно было дано испанцам Васко Нунисам де Бальбоа, который, следуя Новый Свет, 30 сентября 1513 года пересек Панамский перешейк с севера на юг. Фернан Магеллан открыл Тихий океан осенью 1520 года и назвал океан Тихим. Потому что, как сообщает один из участников, за время перехода от огненной Земли до Филиппинских островов более трех месяцев мы ни разу не испытали ни малейшей бури. По количеству островов Тихий океан также занимает среди океанов первое место. Всего около 10 тысяч островов. Это такие острова, как Алиутский, Курильский, Японский, Филиппинский, Большие и Малы-Зонтский, Новая Гвинея, Новая Зеландия и так далее. На Тихий океан приходится около половины мирового улова рыбы. Это и минтай, и сельдь, лосось, треска, морской окунь и другие. А также добыча крабов, креветок и устриц. Через Тихий океан пролегают важные морские и воздушные коммуникации между странами Тихоокеанского бассейна, а также транзитные пути между странами Атлантического и Индийского океанов. Крупные порты, такие как Владивосток, Находка, Шанхай, Китай, Сингапур, Сидней, Ванкувер, Лос-Анджелес и другие. Фауна Тихого океана включает около 100 тысяч видов, но из них лишь 5% встречается глубже 2000 метров. На глубинах более 5000 метров известно около 800 видов животных, а более 6000 метров около 500, а глубже 10 тысяч метров лишь около 20 видов. Это самый глубокий океан на Земле. Его наибольшая глубина составляет почти 11 тысяч метров. Но что же скрывают его глубины? И какие тайны до сих пор не разгаданы? Об этом сегодняшний выпуск. Начнем со знаменитого моря Дьявола или Треугольника Дьявола. Это область Сихом океане, находящаяся у японского острова Меякетзима, в которой необъяснимые явления и странные события происходят почти так же часто, как и в Бермудском треугольнике. За последний век в архивах накопилось внушительное количество свидетельств об аномальности этой зоны. С давних пор здесь пропадали мелкие рыбацкие судна. Но впервые на проблему обратили внимание лишь в 1953 году, когда всего за полгода здесь бесследно пропали три японских корабля. А насторожило японские власти то, что во всех трех случаях корабли внезапно исчезали с радаров, даже не успевая подать сигнал СОС. В 1954 году в это место отправили научно-исследовательское судно. Двое суток с кораблем поддерживали постоянную связь. Но потом он неожиданно пропал, так же, как и предыдущие. А в 1955 году Япония официально признала море дьявола опасным для судоходства и настоятельно рекомендовала морякам обходить стороной злополучную зону. Остров Меякетзима является вулканическим, и последнее извержение произошло на нем в 2000 году. По аналогии с ним ученые предполагают, что на дне моря дьявола находятся активные вулканы. Их извержения не только создают мощнейшие тайфуны, но и поднимают с морских глубин газы, создающие удивительные явления. Световые вспышки, бурление моря, изменение цвета воды. Но в любом случае ясно одно, что эта зона является смертельно опасной. И в любом случае таинственный источник ее аномальности находится в темных пучинах океана. Также у берегов Японии были найдены подводные пирамиды Йонагуни. Эксперты полагают, возраст строений составляет приблизительно 10 тысяч лет. До сих пор ведутся споры о том, являются ли загадочные скальные террасы творением рук человека или природы. Эти огромные объекты размером до 60 метров в длину и 50 метров в ширину находятся на дне Тихого океана. Эта подводная пирамида была случайно обнаружена в 1986 году дайвером, который погружался в море, чтобы понаблюдать за акулами. С этого момента неизвестный ранее объект стал вызывать жаркие споры, которые продолжаются и по сей день. Сейчас район острова Йонагуни является одним из самых популярных мест среди любителей дайвинга, которые специально съезжаются сюда только ради того, чтобы своими глазами увидеть таинственный объект. Главное археологическое открытие 20 века. Так это событие называют сторонники теории существования древней глобальной цивилизации. Уничтоженные чудовищным наводнением. Подводный монумент Йонагуни около 20 лет изучал Масааки Кимура, профессор морской геологии и сейсмологии. В поисках ответа на вопрос о происхождении необычной структуры он собрал множество данных, на основе которых выдвинул свои спорные теории происхождения подводной пирамиды. Кимура считает, что монумент представляет собой рукотворное пирамидальное сооружение, остатки исчезнувшей древней цивилизации. Отсюда и пошло его название Японская Атлантида. В подтверждение своей теории японский геолог отметил несколько конкретных особенностей монумента. Здесь он обнаружил дренажные каналы, ворота, лестницы, две скульптуры в форме черепах, высеченных из камня, а также остатки массивного барельефа с силуэтами животных. И основываясь на собранной информации, Кимура первоначально пришел к выводу, что затонувшему городу Янагуни более 10 тысяч лет. Но скептики ставят под сомнение любые предположения о затонувших древних городах, и памятник Янагуни не исключение. Считая, что природа может создавать еще и не такие красивые аномалии. А что думаете вы о древних пирамидах Янагуни? Это сделала природа или человек. А теперь мы отправляемся на таинственный остров Пасхи. Он находится в южной части Тихого океана и является территорией Чили. И популярен он не только тем, что образован извержениями трех вулканов, но и обнаруженными здесь огромными таинственными идолами, которые более известны как Муаи. По легенде, ваш клан Аххотуматуа долго страстовал в поисках нового дома и в конце жизненного пути нашел остров Пасхи. После его смерти остров был поделен между шестерыми его сыновьями, в дальнейшем между внуками и правнуками. Местные жители верят, что в статуях заключена сакральная сила предков этого клана. Остров насчитывает около девяти сотен статуй. Загадочные каменные идолы вытачивались из скальных пород Рапануи. Самый крупный Муаи составляет 21 метр в высоту и весит более 15 тонн. Несмотря на внешнее сходство, каждый идол создавался как отдельное уникальное творение, а некоторые украшены с обратной стороны оригинальным узором, сохранившимся до наших дней. Но если Муаи олицетворяли наблюдателей или стражей острова, то почему все статуи повернуты спиной к океану? Возможно, молчаливые каменные идолы служили для оккультных целей. Но не это самое странное, а странно совсем другое. Каким же образом индейцы передвигали огромные статуи по всему острову? Огромные тяжелые статуи размещены по всему острову Пасхи. И долгое время для исследователей оставалась загадкой. Как же и кто их перемещал? Ответ нашел знаменитый путешественник. Кстати, сразу же задам вам вопрос. Что же это за знаменитый путешественник, который якобы нашел ответ, как передвигались статуи на острове Пасхи? Вот, во время своей норвежской экспедиции на остров Пасхи этот путешественник много общался с местными жителями. Оказалось, что все они делятся на два больших клана длинноухих и короткоухих. Первые являются носителями секрета о создании и перемещении статуи, который передается от отца к сыну. Но по просьбе участников экспедиции они сделали одну 12-тонную статую, используя всего лишь каменные молотки и вбитые с детства знания. Эту скульптуру волоком при помощи специального приспособления переместили по острову и установили вертикально. Однако, по легендам короткоухих, статуи двигались вертикально. Потому был поставлен еще один эксперимент, во время которого моаи двигали в раскачку при помощи веревок. На этом видео мы можем наблюдать данный эксперимент. Да, интересный способ передвижения. Но многие до сих пор не верят в этот эксперимент и считают, что подобный допотопный способ передвижения был невозможен. Просто сегодня наука пытается как-то объяснить подобные необъяснимые явления. А что думаете об этом вы? Также интересны и другие статуи, расположенные на небольшом острове Нукухива, на территории французской Полинезии, в южной части Тихого океана. Именно здесь были найдены странные статуи, причудливых существ, облик которых в массовом сознании ассоциируется с инопланетянами. Неизвестно, что вдохновило древних людей создать столь необычные каменные фигуры, инопланетные гости или таинственные жрецы. Реалисты из мира науки считают версию с пришельцами абсурдной, так как старейшины из племен часто использовали ритуальные маски. Но у сторонника противоположной теории есть вопросы, на которые пока никто не дал ответов. Почему археологам не удалось найти фрагменты масок? И зачем нужно было изображать жрецов в таком большом количестве? Загадка этого места является очередным белым пятном истории, и ответ на нее вряд ли найдется. А к югу-востоку от Гавайских островов расположился остров Пальмира, состоящий из множества маленьких островков. Со стороны он выглядит настоящим раем. Нетронутая природа, пышная растительность, лагуны, рифы и скрывающиеся среди них предчувствия беды. В истории Пальмиры произошла целая цепь трагических событий. Началось все в 1798 году, когда американское судно Бетси, направлявшееся из Америки в Азию, стало жертвой прибрежных рифов. Виною всему была плохая видимость из-за туманной погоды. Многие, кто пытался добраться до острова Вплайв, утонули или были съедены акулами. Те, кому удалось чудом спастись, рассказали потом, что ни за что больше не хотели бы вновь оказаться на этой проклятой земле. За те два месяца, которые они там находились, из десяти человек остались в живых только трое. Выжившие утверждали, что всех остальных погубил остров. Остров был зафиксирован на карте и стал именоваться Пальмирой по названию корабля, разбившегося у его берегов. И это не единственная трагедия, связанная с Пальмирой. В 1816 году испанская каравелла Эсперанто попала в страшный шторм, который разыгрался за считанные минуты. Когда каравелла наскочила на рифы и стала медленно тонуть, шторм стал уменьшаться. И так же внезапно стих. Экипаж был спасен проходившим мимо бразильским судном. Капитан Эсперанто тщательно занес координаты всех рифов на карту. Но проплывая год спустя в этом же месте, он их не обнаружил. В 1870 году у берегов Пальмиры пропало американское судно «Энджел». Тела членов команды были найдены потом на Пальмире. По сведениям, все они умерли насильственной смертью. Но кто их убил, неизвестно. Моряки и поныне утверждают, что этот остров – проклятое место. И лучше его обходить стороной. Но вообще, остров Пальмир обладает множеством странностей и загадок. Погода там меняется почти мгновенно. Природа прекрасна. Но в великолепных лагунах огромное количество акул. Рыба несъедобна, так как водоросли в этих местах выделяют вредные вещества. Там множество насекомых, среди которых огромные москиты, а также ядовитые ящерицы, крабы и прочая живность. Многие, побывавшие на этом острове, жаловались, что во время пребывания на этом проклятом острове многие превратились из друзей во врагов. Приборы на острове очень часто барахлили, а иногда и вовсе не работали. С временем также здесь творится что-то неладное. Несмотря на то, что часы у многих путешественников шли совершенно нормально и не останавливались, время как будто замирало. Одни путешественники, вернувшиеся с этого острова 24 апреля, по их подсчетам, оказывалось, что уже было 25 апреля. Куда девались целые сутки, так и осталось загадкой. Сейчас этот остров снова необитаем. Но ложный рай продолжает манить к себе отчаянных мореплавателей. Также в глубинах Тихого океана обитают огромные кальмары – архитеутисы. Эти кальмары вырастают до гигантских размеров. В 1924 году на берег выбросило осыпь длиною 35 метров. Может быть, это знаменитый мифический кракен? Первым кракен описал еще Гомер в своих сказаниях. На фресках греческих храмов можно встретить изображения существ, которые овивают щупальцами целые корабли. Гигантских кальмаров можно найти в субтропических и умеренных зонах Индийского, Тихого и Атлантического океанов. Обитают они в толще воды, причем их можно встретить как в нескольких метрах от поверхности, так и на глубине в один километр. Никто не способен напасть на это животное, кроме одного, а именно кашалота. Одно время считалось, что между этими двумя разыгрывается страшнейшая битва, исход которой до последнего остается неизвестным. Но, как показали последние исследования, Архитеутис проигрывает в 99% случаев, поскольку сила всегда на стороне кашалота. А если говорить о кальмарах, пойманных уже в наше время, то можно рассказать об экземпляре, который был выловлен рыбаками в районе Антарктики в 2007 году. Ученые хотели было обследовать его, но не смогли. На тот момент не было подходящего оборудования. Поэтому гиганта решили заморозить до лучших времен. А что касается габаритов, то они следующие. Длина тела 9 метров, а вес 495 килограммов. Это так называемый колоссальный кальмар или мизонихотефтис. Продолжая тему огромных морских обитателей, в 2016 году японскому ученому посчастливилось заснять в Тихом океане акулу. Эксперты, соотнеся размеры животного с клеткой, пришли к выводу, что его длина составляет 18 метров. Таинственный остров Сэнди. Это пропавший песчаный остров протяженностью 60 миль, находившийся между Австралией и Новой Каледонией. Впервые он появился на картах Google в 2000 году и более 10 лет о нем ничего не было слышно. А в 2012 году в этих водах дрейфовал лайнер, команда которого сильно удивилась показаниям навигационных приборов. Рядом должен был находиться огромный остров, но на многие мили вокруг простиралась лишь морская гладь. Сэнди мгновенно заинтересовал как географов, так и геологов многих стран. Для прояснения ситуации к известным координатам было направлено исследовательское судно. Капитан приближался к месту осторожно, боясь сесть на мель, но его опасения не подтвердились. Приборы установили глубину в 1400 метров. Острова действительно не было. Представители Google заявили, что ошибка с их стороны просто невозможна, так как при составлении карт они консультируются с крупнейшими мировыми специалистами в области географии. По словам главы австралийской научной экспедиции, ошибка могла закраситься в базу данных о береговой линии мира, по которой составляются все крупнейшие карты. И вскоре на поверхность всплыли новые факты. В Оклинском музее нашелся отчет британского адмиралтейства за 1908 год, где упоминается остров, замеченный моряками китобойного судна Велосити в 1876 году. Когда капитан судна вернулся из плавания, то поведал о нескольких островах, как крупных, так и мелких, одним из которых и был Сэнди. Оказалось, что Сэнди присутствует почти на всех старинных картах мореплавателей разных стран. И версия с неправильной оцифровкой была полностью исключена. И вряд ли остров является ошибкой, которую слепо копировали друг у друга картографы. Но куда же пропал целый остров, знает лишь Тихий океан. Ну что ж, вот и подошел к концу наш сегодняшний выпуск. Мы сегодня побывали с вами на таинственном Тихом океане и попытались разобрать несколько его неразгаданных тайн. И это далеко не все тайны, что скрывает этот самый глубокий океан в мире. Спасибо всем за просмотр. Пишите комментарии, а мы увидимся с вами в следующих выпусках. Глубины водного мира продолжают увлекать меня за собой. Ну все, пока-пока. Пока-пока.